Девушки отдыхают 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 что вы пара, во-первых, очень удивились. На самом деле, оказывается, это не было вот так, знаешь, всем известно. Во-первых. Во-вторых, что мне было приятно лицезреть, когда девушки, знаешь, обычно, когда узнают, что их кумир, секс-символ, товарищ манекен оказывается имеет даму сердца, должны были бы как бы позлорадствовать, да, а кто, кто у них? Ната Джус, ой, слушайте, не, хорошая пара, ой, она такая, ой, они классные. Вот приятно было, да, что люди за вас, оказывается, радуются. И считают, что вы, в принципе, очень-очень друг другу подходите. А скажите, а вот вы не боитесь афишировать свои отношения? Все-таки, ну, говорят там, вот сплетни могут разные поползти, не говоря уже там, а-а-а, сглазят. Ну, я скажу так, что мы вроде как публичные люди, артисты, да, занимаемся музыкой, активно гастролируем и, в принципе, находимся на виду. Вот предыдущие гости говорили о социальных сетях и об интернете, и, естественно, все теперь, вся информация становится на поверхности, и даже, мне кажется, при желании как-то это скрыть. Если ты попытаешься это скрыть, да. Да, уже тяжелее, а дальше еще тяжелее будет. А вообще, вам бы хотелось скрывать ваши отношения, если бы у вас была такая возможность? Я думаю, нет. Мы просто настолько глубоко живем музыкальными мыслями в музыкальном мире, что вся какая-то публичка, она очень побочная, второстепенная, и если бы кто-то услышал наши совместные песни, я думаю, все сразу бы стало понятно. А я сейчас слышу, что люди боятся, чтобы их, значит, как-то любимые, любимые были из той же самой сферы, что и он. Как-то пытаются избегать. Да, два художника, они живут в музыкальном мире. Вот, оказывается, да, что не уживаются. А вы творите вместе? Как у вас это происходит? Ну, то, что касается непосредственно творчества, то мы все-таки разделяем. У нас есть своя группа, у меня тоже свой коллектив, вот, и мы гастролируем порознь, но, тем не менее, пишем некоторые работы вместе. В моем альбоме Soulmate Sublime нато исполнило две композиции. Я активно делаю ремиксы на их треке. Вот. Ну, то есть мы музыкально общаемся, но все же даем личное пространство друг для друга. Вы разделяете, да? Мне кажется, что это очень важный, на самом деле, аспект, потому что находиться вместе и быть еще одним коллективом, масса примеров, которые... Ну, вместе натворить чего-нибудь там. Безусловно. Натворить, но не жить одним музыкальным, в одной музыкальной квартире, скажем так. Слушайте, а вот очень многие тоже звездные истории, когда, допустим, актеры, да, заканчиваются плачевно. Часто просто одному, как бы, начинают дико вести в какой-то период времени, он становится востребован, тра-та-та, а кто-то отстает. И вот здесь вот начинается раскол. У вас как вот с этим делом? Ну, вот, например, на прошлых выходных мы играли дуэтом дома для нашей собаки. Женя играл на гитаре. Ой, как жалко, что мы не попали на концерт. А я играла на сопилке. Ну, очень нехарактерные для нас, наверное, музыкальные амплуа. Я думаю, такие моменты могут выровнять любые взлеты и падения друг друга. И эти гармоничные моменты все выравнивают. Когда целевая аудитория, одна и та же, да? И вы смешиваете добрые глаза. Еще мы играли не так давно на свадьбе, мы были единственными гостями, свидетелями, и еще и исполнителями... Миндельсона, да, да. Это было в такой рождественской аранжировке. Я играл палочками по металлофону. А я на сопилке. А наночке на сопилке, да. Скажите, а вы друг другу песни посвящаете? Да, конечно. Ната поет. Ната поет. Некоторые тексты я интересуюсь и слушаю. Я понимаю, что... Ната, а наночке, я вижу себя в этих текстах. Вот, то, что касается моей музыки, ну, все, что хорошее у меня связывает с музыкой, я все посвящаю, наверное, наночке. А давайте мы сейчас попробуем побыть такими, значит, импровизированными членами жюри. Сейчас у нас есть телефонный звонок, и я очень надеюсь, что сейчас кто-то воспринял наши зазывания, и, возможно, в прямом эфире признается в любви своей половине. Алло, здравствуйте. Вот, да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе-доброе утро. Гутен Морген, как вас зовут? Хочу поздравить всех... Марина. Доброе утро, Марина. Хочу поздравить всех-всех-всех-всех-всех влюбленных. Это такой вот чистый, хороший праздник, такой вот приятный для души. Вот, и хочу сказать своему любимому супругу. Китенечка, я себя очень-очень люблю. Спасибо, что ты у меня такой есть. И дочь она замечательная. А как супруга-то зовут? Александр. Александр. Для Сашеньки давайте выберем романтичную зефиринку, которую вы вместе, ну, хотя бы виртуально можете. Вожу пальцы, вы ему скажите стоп. Стоп. О, попали. Итак, смотрим. Значит, это будет, наверное, пожелание вашей паре. Желаем вашей паре любви и процветания. Любите друг друга, цените, и старайтесь сделать все возможное, чтобы ваша жизнь была раем на земле. Вот такое пожелание для вас. Спасибо. Я, конечно, сам придумал, но ничего. Здесь никакое получилось, да? Ну, стараюсь. Такая фигня была написана. Кто их сочиняет? Никакой фантазии, по-моему. Спасибо большое за звонок. Вам в любви и счастья. А мы продолжаем нашу беседу сегодня. У нас в гостях Ната Джус и манекен. И она сегодня, да, День Святого Валентина. Анекдот про тебя знаю. Да? Для меня? О! А ну-ка... В магазине, да. Можно рассказывать, да? В магазине семейная пара, да. Муж подбегает, ревнивый муж к супруге и говорит, слушай, что это на тебя мужик пялится? Она, слушай, да это же манекен. Я не спрашиваю, как его зовут. Ребята, как вы собираетесь? Я больше знаю, извините, я больше знаю, как манекена или как Женя все-таки? На улице что кричат? Манекен. Манекен все-таки, ребят? Манекен, да. Манекен. Как с манекеном живется? Как с манекеном? У вас идиллия или все-таки вы иногда можете повздорить? Не, ну, безусловно, мы... Мы, скажем так, в некоторых... Если мы уверены в чем-то, то мы, конечно, отстаиваем свою точку зрения до конца перед друг другом и спорим довольно часто. Но это борьба, которая приятна. Приятно общаться как на позитивные темы, так и спорить с достойным соперником. Мне кажется, вела текущая жизнь, она немного уныла. И когда все шелково, и хорошо, мне кажется, это застывание на 30 лет вперед, когда ничего не происходит, и становится все неинтересно. Ничего не воодушевляет. Вот если бы это было написано в социальной сети, я бы поставила лайк, мне нравится. И сердечко бы добавила. Недавно уже не было фотосессия, потрясающая, кстати, мне очень понравилась. Не помню фамилию автора. Какая? Какая? Так, у меня там записано, не буду бежать. Значит, мне нравится комментарий. Он прокомментировал, что хотел открыть темную сторону Жени Филатову показать. Вот у меня вопрос вытекает. А расскажи нам о своей инфернальности. Что за темные стороны? Ну, честно говоря, то есть, наверное, это специфика фотографа. Дело в том, что он не просто делал фотографии, а потом, значит, фотографировал меня вот где-то на улице, на Подоле, но потом наворотил какие-то камни, огонь, какие-то шины, покрышки. Апокалипсис целый какой-то. Я был тоже удивлен. Или фотография там, где мы с Натой едем все на том же вот мопеде, только за нами гонится стая полицейских машин, вертолеты, ну, то есть, такие вот фотографии. Я не сказал бы, что это какая-то моя темная сторона, но была другая фотосессия, более интересная. Там, где я, значит, распиливал Нату по кускам, хранил ее в холодильнике, а потом избавлялся от трупа. Как романтично! Это же уже сериал Декстер! Чистое слово! Ну, что-то в таком... Фотосессия больше посвящена была вот внешнему виду. Жень, вот об инфернальности. Скажи, вот за что можно было бы Нате поставить памятник? Вот что в тебе такое вот есть? Вот ты знаешь, что у тебя действительно этот грешок такой вот где-то есть, и ей приходится к этим... А, и она с этим... И она тебя любит, несмотря ни на что. Есть такое, что ли? Не знаю, наверное, лучше у Наты об этом сказали. У Наты, а ну! Ну, я ж не могу сама себя хвалить. Я могу сказать то, за что Жене можно поставить памятник. За терпение моих изменений настроения бесконечных. Хорошо, тогда Нате можно поставить памятник за мой трудоголизм, за мое постоянное рвение делать что-то и за отсутствие должного, наверное, количества внимания. В общем, лучший друг Лэп Топ. Простите. Друзья, на самом деле мы хотим, чтобы ваши памятники стояли только при жизни и живите долго и счастливо. Вы очень красивая пара, и наверняка многие наши телезрители сейчас присоединяются к тому, что я сказал. Редактор субтитров А.Семкин